«Может не садиться» в США рассказали о самолете судного дня. 3 июня 2019 года газета «Ру» «Может не садиться» в США рассказали о самолете судного дня. Источник изображения «Газета.ру» в США раскрыли тайну самолета судного дня. Американский телеканал продемонстрировал самолет судного дня США машину, которая может быть использована как мобильно-резервный командный пункт Пентагона на случай ядерной войны. Он может несколько дней находиться в воздухе при условии дозаправки в небе. Сейчас такими воздушными командными пунктами, помимо Соединенных Штатов, располагает только Россия. Телеканал CNBC опубликовал видео, в котором рассказывается об американском самолете судного дня E-4B Nightwatch, который может быть использован Пентагоном в случае гипотетического ядерного конфликта. Машина представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве мобильного резервного командного пункта Американского оборонного ведомства на случай ядерной войны. Член экипажа сообщил журналистам, что самолет готов к полету 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В верхней части его фюзеляжа размещены более 60 спутниковых тарелок и антенн, которые обеспечивают связь с кораблями, подлодками, военными самолетами в любой точке планеты. На борту воздушного судна может поместиться до 112 человек. Внутри него находятся 18 кроватей, 6 ванных комнат, кухня, конференц-зал, рабочее пространство и кабинет для руководства Пентагона. Другие сведения об оборудовании самолета засекречены. Вопреки расхожему представлению, на ИИ-4Б нет передовой электроники, отметил телеканал. Разработчики предпочли использовать аналоговые системы, посчитав их более подходящими для эксплуатации в условиях после ядерного взрыва. В частности, они меньше пострадают от электромагнитного импульса после разрыва ядерной бомбы, уточнил собеседник телеканала. Особенность этой машины заключается в дополнительной защите от поражающих факторов ядерного оружия, а также возможности оставаться в воздухе по несколько дней подряд при условии дозаправки в небе. В марте этого года военную авиабазу «Афат» в штате Небраска, на которой базируются американские воздушные командные пункты, ВКП, затопило во время наводнения из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, сообщал командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Мнен. Он уточнил, что «Афат» был затоплен водой почти на треть, было повреждено 30 из 200 зданий. Вода, по его словам, проникла в несколько ангаров, где как раз находились «Боинг» и «4Б» Найтвач. Мнен подчеркнул, что под водой также оказался почти километр взлетно-посадочной полосы. Впрочем, он не уточнил, был ли нанесен ущерб самолетам. Позже официальный представитель авиабазы Райан Хэнсен сообщил, что американским ВВС пришлось перебросить самолет «Боинг» и «4Б» Найтвач на другой аэродром. По его словам, в общей сложности перемещены были 9 самолетов «Боинг» и «4Б» Найтвач и 8 самолетов-разведчиков «РС-135» Риверджоинт. В настоящее время самолетами судного дня располагают только США и Россия. За день до публикации видео CNBC о российских ВКП рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения Нижегородского научно-производственного предприятия «Полет». Он сообщил о завершении опытно-конструкторских работ по модернизации ВКП на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, третье поколение которых впоследствии поступит на вооружение ВКС России. Разработчики проекта отмечали, что третье поколение этих самолетов будет создано на базе Ил-96-400. О работе над ним в конце 2016 года объявил гендиректор, входящий в Ростех объединенной приборостроительной корпорации, ОПК, Александр Якунин. Командный пункт Ил-80 был создан на основе лайнера Ил-86, а Ил-82 разработали на базе транспортника Ил-76. Эта техника может функционировать при выходе из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи, быстро меняющейся оперативной обстановки и применении противникам ядерного оружия. Это и является причиной, по которой эти машины окрестили самолетами судного дня. Всего в России создано четыре машины такого типа. Благодаря техническим характеристикам комплекса становится возможным управление сухопутными войсками, военно-морским флотом, воздушно-космическими силами, ракетными войсками стратегического назначения. При передаче Ил-80 Минобороны в 2015 году в ОПК уточнили, что это воздушное судно может принять на свой борт высший командный состав вооруженных сил, оперативную группу офицеров Генштаба и специалистов технической группы, которая несет ответственность за работу спецоборудования самолета. Помимо этого, Криворучка сообщила о гипотетической возможности создания нового воздушного командного пункта на базе вертолета Ми-38. НПП-полет зарекомендовал себя как поставщик надежных авиационных систем обеспечения связи различных уровней. «Планируем в текущем году открыть с полетом новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолета Ми-38», — отметил он. Заминистры обороны обратил внимание на то, что полет досрочно сдает оборонному ведомству различные комплексы радиосвязей и проводит глубокую модернизацию бортовой аппаратуры ВКП ИЛ-22М-11 и самолета-ретранслятора Ту-142МР. Особенностями вертолета Ми-38 являются высокие летно-технические характеристики, прогрессивная и надежная конструкция вертолетных систем, а также интегрированное бортовое оборудование. Основная часть конструкции его фюзеляжа создана из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, а отдельные узлы и детали изготовлены из стали и титана. Лидия Миснек. Право на данный материал принадлежат газетам. Ре. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.